Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова начинаю снимать влог. Я вот такая тут без макияжа, потому что мы сегодня с утра с мужем и с младшим моим сыночком сгоняли в лес. Вообще, девочки, столько грибов, что я просто какой-то кошмар. Я даже не снимала. Мы с моим младшим сыночком тащили эту корзинку. В общем, старшие у меня остались дома, а мы с мужем поехали. Мы проходили где-то примерно час сорок, то есть около двух часов, и насобирали две корзинки вообще с горкой. Класс просто! Я на самом деле так обожаю собирать грибы. Я даже больше их обожаю собирать, нежели есть. Мама у меня уехала в гости к моей сестре. Меня, кстати, спрашивали по поводу моей сестры, неоднократно спрашивают. Я не говорю, но у меня сестра не хочет сниматься. Я считаю, что это ее право. Муж у меня тоже не хочет сниматься, не хочет появляться на ютубе. Это право каждого человека. Не все же заводят свой канал на ютубе. Не все вообще хотят в этом во всем. Не у всех даже инстаграм есть. Поэтому здесь нет ничего такого. Сестра моя, ее зовут Катя, она старше меня на три с половиной года. Она работает, у нее есть своя дача. У нее, кстати, дача туда, южнее Питера. В общем, и мама поехала с ней. Потому что ее муж работает, и она хочет пойти с грибами. В общем, перетянула к себе мою маму. Вот, мама поехала. Они поехали собирать бруснику. Потом приедет, покажу, сколько они собрали. Но мама звонила, говорит, нет практически ни грибов, ни брусники, ничего. А мы столько насобрали, я вам сейчас все покажу. Вот сколько мы набрали грибов. Тут одни подберезовики, да белые. Еще пара маслят. Сейчас я все разберу, покажу. Вот такой вот у нас получился просто крутой улов. Почти два часа мы ходили. Здесь у нас 79 подберезовиков, 7 белых. По-другому это называется боровик. Вот так вот они выглядят. Вот. Это горькушки, 5 штучек. Одна волнушка, 2 масленка и 3 сыроежки. Ну, сыроежки, я смотрю, очень плохие. Не знаю, оставлю их или нет. Белые я замораживаю сырыми. Подберезовики сейчас буду сушить. Вот. Не знаю, посмотрю, может какие-то посушу, какие-то отварю, заморожу. Так что вот так вот мы классно сходили. Сейчас я буду все это жарить. Сегодня еще отварю картошечку. Вообще красота. Салатик какой-нибудь овощной сделаю. Супер ужин у нас будет. Вот так и вот у нас такая у нас история. Но я сегодня уже краситься не буду. Сейчас я грибы все начистила. Отварю и пойду прямо в душ. У меня, кстати, есть такая история. Мне после леса обязательно надо принять душ. Вот. И еще хочу вам показать свой заказ Фаберлик. Я в этот раз сделала такое. Ну, много всего там. Не то, что бытовой химии. Но, в общем, всякого такого, знаете, по мелочи. В итоге все нужно. И в итоге выходит целый заказ. Ну, в общем, сейчас все покажу. Быстренько покажу. Во-первых, я взяла для средства для духовок и плит. Вот такой дозатор. Потому что он достаточно густой. Мне кажется, с таким дозатором будет самое оно. Вот. Ну, в общем, попробуем. Так. Дальше взяла вот этот кондиционер. Не знаю, почему именно такой взяла. Артикул сразу назову. 11.038. Ну, хороший кондиционер у Фаберлик. Ничего не могу сказать. Дальше снова повторила вот это средство. Чистящие для ванной комнаты. У меня на первом этаже закончился он. Я повторяю снова. Очень мне понравился. 11.220 артикул. Ну, я еще все артикулы пропишу вам внизу в инфобоксе. Классное средство. Действительно хорошо. Очень удаляет грязь, разводы и все остальное. Даже ржавчину. Хотя у нас не сильно ржавая вода. То есть попшикали, пару минут подержали, губочкой протерли. Все отлично. Дальше. Купила аж целых две штуки вот таких универсальный спрей пятновыводитель. Еще раз повторюсь. Использую на области подмышек, воротнички, манжеты для старшего сына, мужа. В общем, нравятся мне эти средства. Застарелые пятна оно не уберет. Осветлит их. Сделает менее, скажем так, заметны. Но не выведет окончательно. Поэтому да. Но вот на белых рубашках, если свежая ручка, например, то прям вау, вау работает. Артикул 11151. Дальше. Вот такой французский десерт. Гель для душ. Очень вкусно пахнет. Прям вау, вау, вау. Действительно очень вкусненько. Это и сама тоже баночка так выглядит. Они были на скидках, поэтому я их и тут набрала кучу всего. Дальше. Так, это артикул у нас 1863. Дальше вот такое. Взяла еще попробовать шоколадный крем-гель для душа. Ну, это нам с мамой, скажем так. Ой, тоже очень вкусно. Приятненько пахнет. Вот этот вот просто. И еще взяла, кстати, вот такие мочалочки. Потому что нужно уже заменить свои. Но не такие. Они потом распушистятся, да. Вот две. Одну себе, одну маме взяла. И себе еще вот такую перчатку взяла. Очень я люблю вот эти перчаточки. Они очень хорошо отшелушивают. Кожу просто на ура. Вот решила попробовать фаберликовскую. Думаю, что она будет к ней туже. Артикул у этой перчаточки 9639. Вот если у вас нет желания или времени скрабироваться, просто любой гель для душа, мыло, на эту перчатку хорошо растерли тело, и кожа вам скажет спасибо. Так, а вот у этих мочалочек артикул 9640. Две штучки взяла. Ну, и два геля для душа. Мы с мамой пользуемся. Ну, то есть я покупаю косметику, а нам пользуются. Вот какой ей нравится, такой она и пользуется. Дальше. Я решила взять попробовать деткам. Вот такой шампунь гель для душа 2 в 1. Очень вкусно, кстати, пахнет какой-то жвачкой такой. Вот артикул 2355. Очень приятненько пахнет. Ну, попробуем. И мужу решила взять вот такой. Ну, муж меня это использует как гель для душа. Очень, кстати, тоже так приятненько пахнет. Мужским таким ароматом. Артикул 0553. Также мужу еще, ну, пользуемся и муж и я. Ну, вот такие три. Ну, здесь в комплекте три станка. Очень нам, кстати, нравятся они. Артикул вот 9984. Мне нравятся эти бритвы. Не знаю. Им может тоже нравиться. Вот с удовольствием пользуемся. Взяла еще. Дальше взяла. Тоже были по акциям. Там вот такие крем-мыло для рук. Получается, у меня на второй этаж и на первый этаж. Значит, вот это у меня крем-мыло увлажняющее с кокосовым молочком. Очень вкусно пахнет кокосиком. Прям вообще. Артикул 8638. Очень вкусненько пахнет. А вот это пахнет прям миндалем. Артикул 8637. Вот они два одинаковых. Ну, это увлажняющее, это питательное. Не знаю, какой мама себе выберет, такой возьмет. Дальше. Снова повторила. У нас закончилась вот эта мысль. Мыло для кухни. Супер мыло. Я очень всем советую. Оно действительно удаляет запахи. Все вообще. Вот рыбу почистили, помыли руки вот этим мылом. И все у вас отлично. Никакого запаха от рук нет вообще. И при этом действительно не сушит кожу. Вот это, кстати, очень приятненько пахнет. Пахнет таким, ну, да, зеленым чаем, я бы сказала. Пахнет. Вот. Каким-то такими травками. Потому что обычно вот мыло для кухни, но они очень сушат. То есть они содержат в себе лимон или что-то, цедру какую-нибудь. И очень сильно сушат кожу. Вот это не сушит. Очень классно. Поэтому я нам с мамой повторила. Также я купила вот этот нож. Еще раз повторила. Это нож, который идет для резки фруктов. Ну, фруктов, овощей. Вот он у нас, артикул 1144.1. Я могу сказать, что только он есть в наличии. Он и еще какой-то нож. То есть осталось в наличии всего лишь два ножа. Поэтому я взяла и мама спросила, надо взять. Она, конечно, надо. Они действительно очень классные. Острые мы еще ни разу не точили. Хотя очень активно с мамой пользуемся вот этими ножами. Сколько уже, ну, недели две. Наверное, мы точно пользуемся. Так. Дальше взяла на пробу себе вот такие скрабики для тела. Я еще их не пробовала. Потом, наверное, в пустых баночках расскажу. Единственное, что это, конечно, маленькая баночка. 120 грамм. Я не знаю, на сколько хватит. Наверное, на один раз взяла вот такой мятный шоколад. Очень вкусно пахнет. И вот такой вот малинный белый шоколад. Ароматы просто обалденные. В любом случае, какой-то такой ароматный релакс в ванной у меня точно будет. Дальше. Мама решила у меня попробовать дезодорант от Фаберлик. Она мне просто там листала тоже каталог, смотрела. Говорит, ну, тоже скажи мне дезодорантчик. Я хочу попробовать. В общем, попробует. У меня его что-то скрыло. Пахнет приятно. Мама попробует, потом расскажет. Ну, надо потестировать там недельки-две, как минимум хотя бы. И уже до кучи, да, действительно, там в разделе. Всякие акции и так далее. Вот эти маски можно приобрести за 19 рублей. Маме моей они нравятся. Я вот такие другие, которые фруктовые, честно вам скажу, я их не поняла. По мне так они не совсем работают. Я решила попробовать вот эти маски. Ну, вот это вот 60 плюс, 50 плюс я отдам снова маме. Потому что они ей очень нравятся. Это у нас артикул 0789. Вот это 60 плюс. И 0765. Это 50 плюс. Вот такой хмель-облепиха. А вот эти вот я хочу попробовать сама. Две масочки. Значит, здесь артикул 0713. Это 40 плюс. И артикул 0709. Это 30 плюс. В общем, попробую. Потом, наверное, после таких баночков вам тоже расскажу, понравились они мне или нет. Но маме вот именно вот эти. Нравятся очень. И еще я хотела у вас спросить. Я вот тут в каталоге, я, кстати, так и не отказалась от каталога. Но с другой стороны, может быть, даже хорошо, потому что у меня мама его листает. Я его иногда, кстати, тоже листаю. Я хотела спросить, потому что знаю, что меня смотрят девочки, которые сами очень давно уже заказывают Faberlic. Вот такой автомобильный ланчбокс с подогревом. Кто-нибудь его брал когда-нибудь? Потому что вот мне как раз для мужа вот прям самое оно. Ну, потому что он у меня бывает, как с утра уедет, так целый день в разъездах. В кафе куда-то забежать ему некогда. И обычно он у меня, скажем так, на бутербродах. Но это не всегда. Это, точнее, это не то, что не всегда. Это вообще не полезно. Я думаю, может, ему такой контейнер взять. 1199 рублей стоит. Если кто-то из вас брал, может быть, не конкретно Faberlic, а какой-либо фирмы, просто мне еще понравилось. Видите, здесь такое вот отделение все есть, да, маленькое, вот для салата. То есть я могу ему положить овощной салатик и там какое-нибудь мясо с гарниром. И он может в машине разогреть. В общем, буду ждать ваших комментариев. Еще я вам хотела показать. У нас растет виноград в огороде. Он даже в этом году, я купила его в прошлом году. В этом году он дал вот такие ягодки. Вот. Но, не знаю, съедобно они даже или нет. Уверена, пока что нет. Вот. Но уже, наверное, не вырастут. Потому что сейчас уже почти конец августа. Он дал три лозы. Раз, два и три. Вот такой вот у нас, кстати, не помню, что за сорт. Вот эту еще такую маленькую попытался дать. Но на этом все. Ну, в общем, в прошлом году я купила. А муж в этом году сделал для него вот такую арку. Там сварил ее. Сам сделал вот такую металлическую. Покрасили ее. И теперь у нас виноград. Вот так вот по этой арочке наверх будет виться. Так что вот так. Ну, из-за погоды. Из-за погоды, к сожалению, винограда нет. Ну, как бы он есть. Но его как бы нет. Я так понимаю, что он не созреет. Не помню, что за сорт у меня. По-моему, зеленый какой-то. Вот такая вот у нас теперь тут красота. Видите, как пустил. Ну, что, а следующий год, если лето будет хорошее, что это получится у нас из винограда. А вот тут роза мои. Видите, все бутончики из-за дождей превращаются вот в такую историю у меня. Снова опять пошла тля на них. В общем, все как всегда. Так что в этом году даже не показала вам всей красивой своей розы. Сейчас все это буду дело обрезать. Будет их прополоть еще. Вот, и это у меня огромная моя розь. Вон тут только вот такой бутончик. Это увидите, он какой. Весь гниет. Ну, тут маленькая тоже растет. Сейчас буду пропалывать, обрезать их. Бедняжки мои. И сейчас еще на ужин, по просьбе всех моих домашних, снова сделала вот этот грушевый пирог, который делала по предыдущему своему рецепту. Мама. И в этот раз я взяла ингредиенты на тесто в два раза больше. Смотрите, он у меня прям приподнялся. И меня покажи, мама. Приподнялся, аж тут дырка появилась у него внутри. Вот такой вот вкусненький будет. Да. Будешь есть пирог? Да. Да, вот он прыгает. Вот, и сейчас поставлю в духовку вот такие окорочка. Накидала сюда всяких овощей, картошечки, морковочки, лучка. Ну, чтобы не заморачиваться. И компот из того, что... Как в столовой компот. Из того, что нашла в огороде. Здесь яблоки, груши, сливы, черная смородина, немножко клубники, малины, почему-то такой вот вкусненький компот будет. Да. Вкусно тебе, сладкий мой? Да. Очень вкусно? Да. Я не хочу, а я хочу. Да, старший что-то не захотел у меня пирог. А маленький, он сидит, большой кусок уплета. Сейчас чай ему налью, да, мой сладкий? Да. Да. Вкусно. Да. А я не понимаю, что это вкусно. Да. Еще, конечно же, жареные грибочки. Сточку у меня сметанки нету, поэтому просто их пожарила. И вкусный салатик. Итак, у нас уже вечер. Я уже сходила, только вечером сходила в душ. И, извиняюсь, я снимаю на кухне, потому что у меня уже все спят. Вот. Сделала вот эту масочку сейчас на лицо. Вот она такая гелевая, обычная. Ну, не знаю, посмотрим. А на волосы я сейчас вот под свой вот этот тюрбан использовала вот это масло. Матрикс. Оно Инди Абла. Оно мне очень нравится. Оно такое, видите, укрепляющее масло. И оно не пачкает волосы. Сколько бы вы ни нанесли на волосы, все равно они не будут грязными. Я извиняюсь, надо переделывать маникюр. Но что делать? Вот. Ну, в общем, насчет этой маски не знаю. Подмотрим потом. И я сделала вот этот скраб. Я что-то не поняла, на самом деле. Я, наверное, что-то не увидела или что-то перепутала. Но объем действительно очень маленький. То есть скраба вот этой маленькой баночки хватает на два раза. И видите, какие там частички. То есть есть крупные вот эти косточки, а есть прямо мелкие-мелкие-мелкие. Так вот, скрабирует этот скраб очень даже хорошо, на мой взгляд. Но вот если брать жмых от кофе, то он более жестче, чем этот скраб. Я надеюсь, вы понимаете, да, о чем. То есть он такой легенький, но при этом кожа мягкая. И даже слегка, немножечко такая розовенькая стала. То есть слегка покраснела. Не знаю. В принципе, скраб мне понравился. Как между, скажем так, моим кофейным любимым использовать вот этот очень здорово. Ну, просто как-то баночка на два раза, не знаю. Но я посмотрю. Может быть, я что-то с объемом не то взяла. У меня такое может быть. Так что вот. А еще насчет тюрбана. Меня очень часто об этом спрашивают. Вот смотрите, я сейчас вам приближу. Видите, это на самом деле его... Ну, то есть в нем нет ничего волшебного. Это такое полотенце как бы. Просто сделано, да, красиво. Вот эта биселечка, вот эта штучка. Ну, как пуговка, да. Он как бы удобно так сделан, закручивать. По сути, это полотенце. Но полотенце такое, которое не впитывает влагу. Знаете, вот кухонные такие еще бывают полотенца, которые не вафельные, а махровые такие вот. Они не особо впитывают влагу. Такие дешевенькие полотенца. Вот это примерно то же самое. У меня этот тюрбан появился. Я заказывала себе масло орофлюида. И был набор масла и вот этот тюрбан. И этот набор стоил столько же, сколько просто масло. Поэтому я взяла набором. Вот и все. Но это не что-то такое супер-супер, прямо знаете, что делает волосы какими-то нереально крутыми. Нет. Это просто обычное полотенце. Мне кажется, что можно использовать обычное полотенце или купить какое-нибудь более дешевое. Потому что так набор вот этот вот с этим маслом стоит дорого, в общем. Так что вот так вот. Ну, в общем, я сейчас уже пойду смывать эту маску. Видите, она кое-где впиталась. Кое-где. Ну, в общем, я сейчас ничего не хочу говорить про эти маски от Фаберлика. Потому что я хочу еще остальные попробовать, которые я себе заказала, да. И потом уже как-то в пустых баночках я, наверное, расскажу. Ну, вот я беру всю упаковку на шее и даже немножечко захожу на зону декольте. Сразу, ну, сразу все использую, в общем, как обычно. Так что пойду я уже все смывать. Да, и, кстати, спрашивали по поводу тюрбана, сколько я хожу. Ну, вот сейчас я похожу немножко, буквально, наверное, минут 15 в общей сложности у меня получилось. Обычно хожу полчаса, могу час, то есть только сколько есть времени. Но вот когда наносите масло на волосы, а потом заматываете вот полотенчиком или таким тюрбанчиком, то как-то, ну, вот лучше, что ли, воздействовать масло. Я вот это заметила. Вот как бы и все. В общем, пойду сейчас смываться, наносить уже крем для лица и ложиться спать. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам со мной было интересно, возможно, даже полезно. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!